Видео подготовлено с сайтом online.gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 119. Нам нужно начертить координатный луч и отметить на нем точки. Пункт А. Нужно отметить 4 точки. А с координатой 0, Б с координатой 1, С с координатой 3 и Д с координатой 6, если единичный отрезок равен 1 см. Давайте начертим координатный луч с единичным отрезком, равным 1 см. И так как в тетрадке 2 клеточки, это и есть 1 см, то я сразу отметила на координатном луче единичный отрезок равный 1 см. И теперь нам нужно отметить точку А с координатой 0. Это будет начало луча, то есть вот этого точка А, и координатой ее будет 0. Точку Б с координатой 1, так как единичный отрезок у нас 1 см, то самый первый отрезок от начала луча и будет точкой Б с координатой 1. точку С с координатой 3 нужно отложить от начала луча 3 единичных отрезка. Один отрезок у нас уже отмечен, отмечаем второй отрезок, третий, это и будет точка С с координатой 3. И точку Д с координатой 6 нужно отметить, то есть нужно отложить от начала луча 6 единичных отрезков. Три отрезка у нас уже есть, четвертый, пятый, шестой. Это будет 6, и это будет точка Д, то есть Д с координатой 6. Пункт А мы с вами выполнили, и пункт В у нас тоже будет координатный луч в пункте В, но единичный отрезок будет равен длине трех клеток тетради. То есть вот такой вот у нас будет единичный отрезок, поэтому К с координатой 0 у нас будет вот здесь, а Е с координатой 1 вот здесь. Дальше нужно отметить точку М с координатой 2, то есть нужно 2 отложить единичных отрезок от начала луча. Один отрезок у нас уже есть, 1, 2, 3, 3 клеточки отсчитываем, и получили второй единичный отрезок, то есть получили точку М с координатой 2. И точку П с координатой 4 еще нужно отметить. Отмечаем еще 2 единичных отрезка, чтобы добраться до точки поиск ордината 4 1 2 3 то будет у нас тройка 1 2 3 здесь вот у нас будет число 4 и . п если вам понравилось видео смотрите остальные решения на нашем сайте есть вопросы предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы социальные